В Чубаксарах, как и во всех городах России, прошел 30-й Всероссийский Олимпийский день. В этом году праздник посвящен 125-летию создания Международного Олимпийского комитета и предстоящим вторым Европейским играм в Минске. Зарядка. Традиционное начало дня для тех, кто дружит со спортом. И неважно, любитель ты или профессионал. Самбисты, футболисты, легкоатлеты, баскетболисты, борцы – все с удовольствием приняли участие в разминке. Молодцы! С праздником всех! Мы вас очень любим! Более двух тысяч юных спортсменов и тех, кто еще только собирается выбрать подходящий вид спорта, собрались с самого утра на стадионе Олимпийский в Центре спортивной подготовки имени первого олимпийца Чувашии – Орделеона Игнатьева, подтвердив тем самым, что Чувашия всегда была и остается спортивным регионом. А то на самом деле упорно, мужественно трудится, любит свой вид спорта и достигает высших достижений – это, конечно, чемпион Олимпийских игр или призер. Напомню еще раз, у нас 13 уроженцев Чувашской республики в разные годы стали победителями Олимпийских игр и призерами. После разминки – массовый забег. На дистанцию в 2019 метров вместе с любителями вышли и спортсмены-профессионалы. Многие пришли целыми семьями. Полина Андреева бежала вместе с папой. Было трудно бежать, когда можно было поворачивать. И когда прямо бежали, было легко. Кто бежал быстрее, ты или мама? Вместе бежали быстро. Я сегодня получила медаль за то, что я пробежала сегодня с папой 2 километра. Мне понравилось бегать и концерт. Кристина Иванова два года занимается легкой атлетикой в спортивной школе имени Олимпийской чемпионки Валентины Егоровой. Пришла на пробег с группой поддержки. Пришла моя бабушка, мой брат. С нашей школы тоже очень много пришло детей побегать. Там и спуски, и подъемы. В начале подъема, потом спуски. Поэтому было достаточно легко. Букс и техничество было ли все дружескими? Нет, наверное, это было больше дружески, командно. Все вместе, объединенно. Там люди падали, другие люди помогали им вставать. Так что это очень было дружно. Все, кто добежал до финиша, получили памятные медали юбилейного Олимпийского дня. Но на этом спортивный праздник не закончился. Самбо, тейквондо, бокс, вольная борьба, восточные боевые единоборства, современное пятиборье, автомобильный спорт, шахматы, спортивные танцы. По этим и другим видам спорта состоялись мастер-классы. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Трофимова, Борис Андреев.